Чехословацкий телевизионный сериал Госпожа Пипкова, вам письмо Какой хороший мальчик, каждый день пишет Спасибо, сестра Дорогая мама, сегодня у меня для письма мало времени Я должен выследить моего заклятого врага, этого мальчишку Ну, ты знаешь, он сейчас тайком еще и к собаке моей подлизывается А еще он влез в сарай дедушки и положил туда длиннющую доску Ключ у тебя? Он на бревне Да, но на каком? Вчера я уже больше не мог писать, а сегодня все по-другому Выяснилось, что Марош не вор А пса он даже угостил колбасой со шпиком И еще у него есть орлиное гнездо, я его обнаружил Поначалу Марош злился, но сейчас мы уже друзья Марош живет здесь в детском доме, он говорит, что у него нет ни отца, ни матери Это кажется мне очень странным Ведь у всех должны быть мама и папа Мне пора заканчивать Дедушка и Марош ждут меня Твой единственный сын Пипо Третья серия Браконьеры Итак, госпожа Пипкова, завтра можете отправляться домой Вы рады? Да Всего вам хорошего Спасибо, господин главный врач Дедушка, дедушка Скорее, неси ножницы, нам придется это отрезать Что? Ухо? Да нет, всего лишь кусок шерсти, давай быстрее Успокойся, успокойся Хорошенький у него будет вид вокруг уха, все срезано Да иди же ты, наконец Успокойся, вот Так, стой спокойно Ну вот, ничего даже незаметно Дайте ему побегать Отпусти его с поводка, пусть порезвится Мне не снилось, что я стану капитаном такого корабля А ты ему не станешь Капитан я Это мой корабль Я его и нашел, а потом узнал Что дядя Широк собирается сжечь корабль Потому что у него доски прогнили Но ты, если хочешь, можешь стать моим первым помощником Если хочешь знать быть первым помощником Намного лучше, чем быть капитаном Тебе придется идти ко дну вместе с кораблем А мне нет, я могу спастись Почему я и мой корабль должны вытонуть? Никто тонуть не должен А если шторм будет? Ну и что? Волны будут величиной из дом Даже в бухте? Конечно, и в бухте тоже В Карибском море Тогда я его обойду Это невозможно Взгляни на карту Ну а ты не бойся Первый помощник капитана корабля Титаник спасет тебя Мы ведь друзья Мы соорудим мачты Установим парус И еще сделаем флаг Должны быть у корабля флаг Может быть ты хочешь, чтобы мы стали пиратами? Нет, не хочу А ты? У них черный флаг С изображением черепа Мне это не нравится Знаешь что? Мы будем Колумбом Вас же двое, а Колумб один Тогда мы будем Робинзоном и Пятницей Но только ты будешь Пятницей Но я не хочу им быть Ты меня все время будешь куда-нибудь посылать Знаю, мы назовем себя просто Мариан и Пипо А если мы натолкнемся на никому неизвестных туземцев Будем обращаться друг к другу Сэр Дедушка, да Словарь иностранного языка У тебя есть какого языка? У меня есть только болгарский разговорник Чтобы мы могли объясняться с местными жителями Ну тогда возьми его Или ты думаешь, что в Болгарии местных жителей нет? И чернокожие есть? Чернокожих нет Дай-ка мне пеньку Здесь еще есть несколько щелей Добрый день Боже мой Ну и кораблик А он действительно может держаться на воде? Скоро все сама увидишь А вы меня возьмете с собой, Марош? Я тебе лично выдам бесплатный билет Бесплатный? И два раза можно будет прокатиться Я же сказал тебе, бесплатный билет Ты катайся сколько хочешь Это правда? Марош Госпожа директор меня послала Сказала, что ты должен Побыстрее вернуться Это очень важно Что-то случилось, Катька? Там кто-то приехал Но она сразу же послала меня за Марошем И я не видела, кто это Помой руки, Марош Субтитры сделал DimaTorzok Вот это тачка Высший класс Господи, ну на кого ты похож, Марош Они хотят с тобой познакомиться И себя прилично Иди Но ему нужен якорь Чтобы нас течением Гольфстрим Никуда не снесло Будет и якорь Нужно только цеперс добыть А когда мы спустим корабль на воду Как только все выскнет Отойди, Сильвер Если Марош думает, что первый помощник должен всю работу один делать То он очень ошибается Я подниму бунт А он тебя отдаст под суд Он этого не сделает Я его друг Быстро Ты стал другом вчера Он был твоим заклятым врагом Ну, вчера это уже давно в прошлом Хорошо Я съезжу туда Да, посмотри Где он застрял Только езжай осторожно Не гони сломя голову Не буду Ты говоришь, что он к вам не вернулся? Наверное, он А как тебя зовут? Пипо Вообще-то Томаш Пипко Слушай, Пипо Ты уже знаешь наши места? Да не очень Если пойдешь вон туда, к бухте То с другой стороны Там есть старая охотничья вышка Там его убежище Вы знаете про Орлиное гнездо? Как так? А почему и нет? Я же за него в ответе Но Марош-то думает, что Об этом никто не знает, что это тайна Знаешь что? Давай, пусть так все и останется Я не могу его обмануть, госпожа директор Он мой лучший друг Ладно, езжай и скажи ему, что он должен Вовремя вернуться Какая хорошая собака Как его зовут? Этого пса Сильвер Странное имя Его предыдущее имя было еще более странным Так это девочка? Или пес? Конечно, пес Его настоящее имя Сильвестер Но для друзей он просто Сильвер Или еще лучше просто Сильва Чтобы его уже Не перепутать Идем, Сильво Сильвестер Эй, ты, капитан, думаешь, я за тебя всю работу буду делать? Очень ошибаешься. Что ты тут сидишь? Корабль покрасить, теперь нужно еще сделать якорь. Твоему другу нужно все рассказывать. Они хотят забрать меня. Кто хочет тебя забрать? Отец и мать. Ты же говорил, у тебя нет родителей. Ну, новые. Они меня выбрали. Что, правда? И ты не рад? Я не знаю. По-моему, это здорово. Ты знаешь, мы все ждем, когда появится мама или папа. А почему у тебя такой недовольный вид? Ты же уедешь из детдома. Я хочу стать инженером Пипа. Я буду строить большие просторные дома, чтобы места у всех было много, чтобы не приходилось всем сидеть на кухне. Помню, один раз к нам должен был прийти в гости один человек, и мне сказали, все, собирай, иди к госпоже Марат Чевковой. Булочки у нее были очень вкусные, но я ее просто не переносил. А почему? Нет, скажи. Она меня обманула. Сказала, что скоро у меня будет папа. Тот самый, который подарил мне маленькую машинку. Ну, знаешь, такие машинки Мэтчбокс. Но он больше не появился. Мама мне сказала, что он теперь работает на загранице. Но я однажды увидел его универсами. Он сдавал пустые бутылки. Как ты думаешь, смогу я построить столько домов, чтобы в них на всех хватило места? Если будет соответствующая барыльня, конечно, я буду жить в интернате и куплю себе зеленую куртку с капюшоном, которую можно будет носить круглый год. Ты считаешь, взрослые врут? Мне они наврали. И теперь ты боишься, да? Откуда я могу знать, какие они? Смотри! Музыка Это браконьеры. Сильво, не шуми. Прячься. Они же стрелять будут. Давай, просто спустимся вниз. Что они нам сделают? Тогда мы покажем им наше убежище. А если они пристрелят Сильвера, а об убежище твоем и так уже известно, что за ерунда. Никто об этом не знает, кроме тебя. Госпожа директор тоже знает. Я тебя искал, и она послала меня сюда. Взрослым так или иначе, все становится известно. Не все. Они его убили. Да нет, он стрелял вверх, я видел. Это браконьеры. Годяи. Стреляют по уткам. А Сильвер? Куда он убежал? Где-нибудь спрятался? И тебе просто говорят, можете отправляться домой, госпожа Пипкова? Главврач влюбезно протягивает тебе руку. И для него вопрос закрыт. Все в порядке. Но ведь он прав. Ты отлично выглядишь, и ты снова здорова. Здорово. Не делай из этого трагедии, Марта. Ну не будет у тебя больше детей, ничего страшного. У тебя есть Пипо. Пипо всегда очень хотел иметь брата. Не все желания сбываются. Когда он подрастет, ты ему все объяснишь. Куда опять запропастились эти проказники? Сильво! Сильвестер! Сильво! Сильвестер! Сильвестер! Сильво! Слушай, Пипо, может быть он не реагирует на свое новое имя? Ты прав, это возможно. Ари! Аренько! Где ты? Мы здесь! Ари, отзовись! Этих негодяев уже нет. Может быть он все же попал в него? Случайно. Маруш, здесь есть бродячие собаки? Здесь, ну все деревенские псы бродяжничают, но такого красивого пса они не стали бы убивать. А может быть пострелили именно из-за того, что у него шерсть такая красивая? Не думаю. Я не думаю, что они на это способны. Сильво! Сильвестер! Сильвестер, где ты? Сильвестер, иди сюда! Отзовись! Сильво! Сильвестер, где ты? Иди сюда, Ари! Ари! Аренько! Сильвестер! 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 Они всегда так долго одни гуляют. Откуда он мог знать, что вы сегодня приедете? Обычно они всегда приходят к ужину без опозданий. Но сегодня? Я не знаю, что сегодня произошло. Думаю, ребята залезли в свое орлиное гнездо. К Марушу приезжали, какая-то пара им заинтересовалась, они хотели его забрать. Дети целый год этого ждут. И они просто приезжают сюда, словно в какой-то магазин. А как это еще можно сделать? Это естественно, но для взрослых может быть. Но для детей... Я сомневаюсь, что ты сделал бы это как-то по-другому. Сильвестер! Ари! Аренько! Где ты? Сильвестер! Иди сюда! Аренько! Ари! Хорошенькое дело, только этого мне не хватало. Ари! Ну-ка, покажи. Самая важная пуговица. Что ж, придется тебе придерживать их рукой. Сильвов! Ари! Аренько! Не волнуйся, Пипо. Мы его найдем. Он испугался и, может быть, уплыл на остров. Хорошо, что у нас есть лодка. Она еще не высохла. Чего не поделаешь? Возьми тряпочку. Ну, поехали. Еще немножко. Канат нужен. Буксирного троса не хватит. У вас ведь была такая длинная цепь. Но краска действительно еще не высохла. Тогда подложи что-нибудь. Вот здесь возьмись. Держи. Ну вот, крепко-накрепко. А как тебя зовут? Мария. Госпожа Пипкова, да. Они ведь его найдут. Ты про пса? Да, конечно, найдут. Не волнуйся. Можешь говорить мне просто, тетя. Ты же друг Пипо. Сюда сядет Маруш, а сюда посадим дедушку. Хочешь пирога? Да. Возьми. Спасибо. Пожалуйста. Краска еще не совсем высохла. Подложите газету и вперед. Маруш, выше трос. Надо побыстрее. Быстрее. Давай, давай. Держи крепче. Эй, стой. Папа, остановись. Папа, стой. Папа. Правое колесо сломалось. Колесо. Черт возьми. Вот, я думаю, и гайка вылетела. Крепление вылетело. Так нам не доехать. Можно это как-то скрепить? Может быть, в машине что-то найду? Будем надеяться. Клодка слишком тяжелая. Надо все сделать по-другому. Знаете что, друзья? Мы ее сейчас снимем. Несколько метров по траве. Как-нибудь ее протянем. А мы ее не повредим? Надо быть осторожнее. Вот и все. А нам другого ничего и не остается. А ведь первый рейс должен быть таким торжественным. У нас сейчас экстремальная ситуация. Будем действовать в сложных условиях. Так даже лучше. Но, держите. Вытаскивайте тележку, ребята. Вытащили. Дедушка. Но ты же поплывешь с нами. Так точно, господин первый помощник. Я должен научить тебя управлять судном. По-настоящему. Ну да. Левая руля, правая руля. Вперед, назад. Ну, в общем, как положено управлять судном. А если нам придется встать на якорь? А у нас ведь его нет. Сегодня нам якорь не понадобится. Заводи. Можно не ехать. Такой красивый корабль. Весь будет царапанных. Когда мы найдем вашего беглеца, мы снова вытянем лодку на берег. Я даже не попрощалась с ним. У него сейчас голова занята другим. А на следующей неделе мы снова приедем. Я рада, что у него здесь есть друг. Да, но он скоро уедет. Как ты думаешь, собаку убили? Ну, мы же здесь не на Диком Западе. Что ты? Сильво! Иди сюда! Ари! Мы здесь! Ты слышишь? Сильвестра, иди сюда! А как выглядели эти люди? Как настоящие браконьеры. Опасные типы. Один был с бородой. Ничего подобного. Никакой бороды ни у кого не было. Но у них были ружья. Да, это верно. А лодка была какая? Ну, такая спортивная, гоночная. Она только с виду такая была. На самом деле она была другая. Ну, такие бывают у водной полиции. А цвет? Желтый. Ясное дело, это пиратский корабль. В общем, браконьеры. А надпись какая-то была на лодке? Была. Была. А что было написано? Я не смог прочесть. Я тоже не смог. Когда он стал стрелять, я отвел глаза. Я так перепугался. А может быть, это были уполномоченные по охране природы? Дядя Ширак. Природа охранителя не стали бы отстреливать собак. Откуда ты знаешь, что они стреляли в собаку? Ты же свою голову в песок спрятал. Ничего не видел. Ари! Сильвестер! Сильвестер! Где ты, Сильво? Аренько! Ари! Я очень волновалась. Ты знаешь, сколько времени? Я же был с дядей Шираком. Тем не менее. Сильвестер пропал. Может быть, браконьеры даже убили его. Иди в дом. А завтра с утра отправишься в парикмахерскую. А тут уже на девочку стал похож. В парикмахерскую? Меня же всегда стрижет дядя Ширак. У него и так полно дел. Кроме того, ему же надо будет искать пса. Ари! 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 Это был фильм Браконьеры Из чехословацкого телесериала Каникулы Пипа Автор идеи и сценария Вацлав Павел Боровичко Оператор Виктор Свободе Композитор Харри Макурек Режиссер Марта Гогалова В ролях Дети Йозеф Рабель Андрей Белак Катька Шулажева И взрослые Биллиан Порони Ивета Кошкова Ян Грещот Дубамир Павлович Эмилия Бажарова И другие Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают